Как можно пробежать по квартире 100 километров? Вот чем вы занимаетесь дома? Максимум 20-30 метров можно намотать от кровати до холодильника, обратно из кухни на балкон. А человек сделал это. Недавно, совершенно несколько дней назад, буквально не только пермские, но и российские информационные ленты взорвала новость о том, что Пермяк в собственной квартире намотал 100 километров. И этот герой нашего времени, герой самоизоляции, Константин Иванов сейчас на прямой связи с нашей студией, наш сегодняшний утренний гость. Помимо всего прочего, Константин чемпион мира Парагейну, участник и победитель неоднократный многочисленных приключенческих гонок, о которых он сам расскажет нам прямо сейчас в эфире. Константин, доброе утро! Доброе утро! Вы нас хорошо видите? Хорошо слышите? Вы нас видите вообще? Слышите? Вижу, да. И слышите? Слышу, да. Вот. Давайте начнем с вашего домашнего рекорда. Да. Все-таки. Сомневаюсь я, что вы сделали это исключительно для того, чтобы произвести всероссийский хайп. И это скорее часть ваших тренировок, потому что, посмотрев на вашу спортивную карьеру, приходишь к выводу, что вам на месте вообще не сидится. Есть такое. Это не самое большое мое достижение, потому что, если посмотреть мой профиль, за последние 10 лет я пробежал около 100 дистанций длиннее марафона. И это были гонки до 6 суток, пробежав дома 100 километров, ничего сложного для меня это не составило. Подождите, а где вы 100 километров-то в квартире нашли? Поделитесь секретом. В статье написано, что всего вы преодолели 2500 кругов по 40 метров туда и обратно. Да, я выбрал самую длинную траекторию в квартире, из одной комнаты в другую, через коридор. В одну сторону дистанция стояла 20 метров, соответственно, обратно тоже 20 метров. В итоге получается круг 40 метров. Итого 2500 кругов понадобилось, чтобы общий километраж стал 100. А вас ничего не отвлекало в вашей квартире, вот когда вот бежишь, я не знаю, я даже если просто иду из спальни на кухню, меня что-нибудь отвлечет, и я иду не туда. Не натыкались на домочадцев? Жена мне больше помогала, отгоняя двух детей, которые бегали в квартире, они же тоже на изоляции находятся дома. Время от времени они разбрасывали какие-то игрушки, время от времени открывали двери, в общем, иногда было интересно. Сколько времени ушло у вас на эти 100 километров? 9 часов 6 минут. Это вы как на работу сходили, с утра вышли и начали бегать туда-сюда. Да, в 8 часов был старт, и в 5 вечера финиш. А жена помогала вам считать вот эти круги, потому что, не знаю, это же может сбиться? Насчет щеток я круги не считал, я бежал с часами, в которых был GPS и шагомер, они считали их в конце. Все сейчас, это же 21 век. Достаточно просто. Слушайте, ну все-таки бег на такую длинную дистанцию, по такому короткому кругу, это серьезная нагрузка на мышцы, на... К такой дистанции, если просто брать 100 километров, в принципе, я готов. Я готовился сейчас к дистанции 116 километров в Дагестане с набором 6000 метров в горах. Но ее, соответственно, отменили из-за пандемии. Да. Такие дистанции до 100 километров я бегал. Здесь основная сложность была как психологический момент, потому что нужно было мотать круги туда-обратно. Ну и количество разворотов на 180 градусов составило 5000. И в этом была сложность, как поведут себя связки, потому что каждый раз приходилось оттормаживаться до нуля и снова разгоняться. Вы ставили перед собой цель пробежать именно 100? Да, за два дня до этого я пробежал 10 километров дома, мне показалось это легко. Но люди бегали по 40-20 километров. И я решил, ну, нужно сразу 100 пробежать, я же ультрабарафанец. Слушайте, ну все-таки давайте... Этот рекорд, безусловно, важен. И я думаю, что он вдохновит многих людей, сидящих сейчас на самоизоляции к активным физическим упражнениям. Но вы ведь профессиональный спортсмен. За вашей спиной чемпионаты победы на чемпионате мира по Рогейну и чемпионат Европы по, как это называется, по приключенческим гонкам. В таких соревнованиях участвовали там в Италии, вы постоянно бегаете в горах. Расскажите подробнее вообще, откуда это увлечение? Что такое Рогейн? В конце концов. Рогейном и приключенческими гонками я начал заниматься 10 лет назад. Случайно в журнале увидел статью, когда ехал из альпинских сборов домой. Ну вообще Рогейн это командный вид спорта по ориентированию. В формате суток нужно набрать максимальное количество очков по пересеченной местности. Очки начисляются за взятие пунктов. То есть ты с картой бежишь по местности, два или три человека, ну и собираешь пункты как в ориентировании. А приключенческие гонки? Приключенческие гонки это более сложный вид спорта. Там несколько видов активности. Это бег или трекинг, велосипед, гребля, веревочные этапы. Причем все это время тебе нужно по карте находить пункты. Также приключенческие гонки могут быть на разное время. Например, на чемпионате мира в 2018 году на острове Реюньон мы участвовали в российской команде. Была дистанция, преодолели дистанцию за шесть суток. В команде четыре человека, одна девушка. Ты сам определяешь, когда ты будешь отдыхать. А вот у нас эта команда, даже один латыш был. Нет, ты сам определяешь, когда отдыхать, когда спать. Нужно максимально быстро определять дистанцию. И ты уже сам распределяешь силы. А вы в этих соревнованиях победили? Нет, на чемпионате мира мы были 13-е среди всех мировых команд. А годом ранее, в 2017 году, мы выиграли чемпионат Европы по приключенческим гонкам. Там дистанция составила трое суток. Она проходила в Карелии. Там мы победили впервые в российской истории. Вот эта фотография чемпионата мира по Рогейну. В 2015 году мы выиграли в Лапландии за полярным кругом Болстарт. А у вас несколько человек. Это командный вид спорта? Приключенческие гонки, да. Командный вид спорта. Четыре человека. Обязательно должна быть одна девушка. А соревнования эти, вот эти команды сборные, они представляют одну страну? Или вы говорили, вот латыш там? Нужно, чтобы три человека было из одной страны по правилам. И тогда получается, что можно сказать, что сборная России победила? Да, команда «Бага в России». И у вас состав один и тот же каждый раз? Нет, всегда разный. В Карелии, например, у нас чисто была российская... А, там был один украинец. Этнический, но гражданин России. Нет, гражданин украинец. А как вы находите эту команду? Как она вообще сформируется? Где вы собираетесь? Во-первых, ты варишься в этом сообществе, в этих соревнованиях участвуешь. Ну и, собственно, в соцсети. Все друг друга знают. Круг общения небольшой. Как вы к этому спорту пришли? Вы ведь, насколько я понимаю, мастер спорта по спортивному ориентированию. Да, но это уже было в 2015 году. Рогейными, приключенческими гонками начал заниматься раньше. Изначально было скалолазание, альпинизм, бег, лыжи. То есть, всем по чуть-чуть позанимался и понял, что вот такой вид активности мне интересней. Сколько соревнований за вашими плечами уже? И где? Ну, я думаю, больше ста соревнований, на которых дистанция составила марафон и выше. А где? Какова география? Россия, Европа, в Китае бегал, приключенческие гонки. Месяца три, наверное, в общей сложности. Также вот ездили на остров Ри-Юньон. В Индийском океане. Вот эта фотография оттуда. Там был, от мира. Европа? Ну, Европа практически вся. Да, от Полярного круга и до Испании. Я-то вообще не подозревал, что у нас такие приключенческие гонки настолько популярны, что их такое количество в мире. В России приключенческие гонки не очень популярны. Они очень популярны в Новой Зелании, Австралии, Америке, Европе. Ну и Южной Африки в ЮАР. Китай проводится. Все это за свой счет? У нас ведь нет, по-моему, в Федерации спортивной приключенческих гонок под эгидой Минспорта и товарища Мутко в свое время. Да, даже если бы она была, скорее всего, бы нас не спонсировали. Я не профессиональный спортсмен, это мое хобби. Так, я инженер-конструктор. То есть вы бегаете в свободное от инженерно-конструкторских дел время? Да, я бегаю в выходные и в отпуск. Ну, очень редко беру без содержания. Слушай, ну все-таки... Свой счет все. С ума сойти. Это же стоит немалых денег. И это требует немалых сил. Вам же еще приходится каждый раз тренироваться для того, чтобы преодолевать все эти дистанции. У нас есть где это делать? Вы тренируетесь? Вот, да, я тоже хотела спросить. Как вы? Ну, понятно, что вы сейчас 100 километров пробежали по квартире. А вообще скучаете по, не знаю, улицам, где можно пробежаться? И где вы бегаете, когда не в режиме самоизоляции? Где тренируетесь? Да, обычно я тренируюсь всегда после работы, после пяти часов и выходные. Чаще мои тренировки проводятся в Балатовском парке, в Курье, в Андроново, на различных лыжных базах. Например, Динамо, Прикамье, Певские медведи. В общем, все, что есть за городом. Но чаще, ну, иногда бывают и тренировки делаю из дома. Слушай, да вам ничего не стоит взять, собраться и, не знаю, до Закамска добежать, до Гайвы. Или из Гайвы до Закамска. Что тут расстояние-то 30 километров всего? Для вас это твой растереть? Ну, или можно на велосипеде до Москвы. Да, это тоже время. Да, о планах ваших поговорим чуть позже. Сейчас небольшая пауза на рекламу. Продолжаем, дорогие друзья. Мы общаемся дистанционно с нашим сегодняшним утренним гостем Константином Ивановым. Человеком, которого пельмяки, наверное, больше знают как рекордсмена по наматыванию кругов по собственной квартире. 100 километров пробежал этот спортсмен, не выходя из дома. Сделал он это больше, чем за 9 часов. А, кстати, это может быть, не знаю, каким-то рекордом книги Гиннесов? Вы как-то об этом задумывались, может быть? Надо писать куда-нибудь? Нет, заявку не подавал. Вначале нужно подавать заявку, потом они приезжают, и тогда уже только за них устанавливать рекорд. Или высылают камеру, потому что сейчас приехать они смогут вряд ли. Да. Константин, я посмотрел на те соревнования, список тех соревнований, в которых вы участвовали. 8 дней бега через Германию, Transalpine Run, Red Fox в Китае, Crimea X Run. Причем многие из этих соревнований вы посетили не однажды. Есть ваши какие-то любимые точки, куда вы предпочитаете ездить постоянно? Ну, одним из моих любимых стартов был Крым X Run. Это четырехдневная гонка по Крыму, по южному побережью, по горам. Каждый день побегаешь примерно от 30 до 60 километров. Четыре дня подряд. В этих стартах я четыре раза выигрывал. Это коммерческие турниры? Да, коммерческие турниры. Ну, я так понимаю, что просто помимо почета, уважения и медалей, хотелось бы еще что-то. Меня всегда интересовал вопрос, а что делать в промежутках? Ну, надо же где-то отдыхать. Вы бежите налегке, за вами едут сервисеры, которые везут палатки, спальники, еду. Если смотреть на гонку Крым, то это стадийная гонка. Каждый день ты бежишь примерно часа 4-5 и перемещаешься одного города к другому. Ты приезжаешь, твои вещи везут организаторы, отдых у тебя происходит уже в гостинице. И утром ты сам определяешь, во сколько встать и во сколько бежать снова? Нет, ты не сам определяешь. Каждое утро масс-старт. И все люди, которые там участвуют, это порядка 250 человек, каждый день выходят в одно и то же время на старт одновременно. И получается, что победитель определяется путем нехитрых сложений? Каждый день. Мой победитель по сумме всех дней складывается время. Китайская гонка, европейская гонка. Хочется подробностей об этих соревнованиях. Как выглядит организация? Где бегаете? Как вас местное население встречает? Достаточно интересная гонка Transalpine Run. Она стартует в Германии. Например, из Рупольдинга или Гармиш-Патеркирхена. Это известные места своими горнолыжными курортами или биатлонными комплексами. Эта гонка раньше была восьмидневной, сейчас стала семидневной. То есть это как Крым. Ты каждый день стартуешь горный марафон. Вот в Германии стартуешь. Потом через два дня ты прибегаешь в Австрию. Пересекаешь полностью Австрию. И еще несколько дней бежишь в Италию. Также каждый день времена суммируются. И победитель определяется по сумме всех мест. Но там гонка командная. Мы бежали вдвоем. В этой гонке я участвовал два раза. А командная, вы бежите каждый свой участок? Нет, мы бежим вместе. Все участки. И нельзя друг от друга больше, чем на 100 метров убегать. То есть нужно брать с собой надежного компаньона? Да, мне всегда интересно, как к этому относятся ваши близкие. Ну понятно, что когда вы 100 километров по квартире бежали, вы уже сказали, что супруга вас поддерживала. Поддерживала? А как вообще поддерживают ваши? Где папа? Папа убежал. Да. Он в Китае бежит. Или у вас вся семья спортивная? У нас вся семья спортивная. На некоторые старты, конечно, я езжу один. На некоторые старты беру с собой жену. На некоторые даже еще и детей. А детей теперь общаете? Если бежать по Европе, то наши граждане предпочитают по Европе передвигаться на автомобиль. А уж точно не бегом. Сколько времени в году вы проводите в соревнованиях, получается? Ну, в 2018 году у меня получилось 92 дня на стартах. Ты почти треть года. А нет, 92 дня меня не было дома. Стартов, наверное, было чуть меньше. Вот, может, 50 дней. 40. Ничего себе. Все себе. Ну, вот в этом году было меньше. Да, а планы? Вот давайте помечтаем и чего хочется? Может, уже что-то пропустили? Да. Очень много приходится пропускать. Например, сейчас через две недели я должен был бежать в Дагестане. Горный ультрамарафон. 116 километров. С набором 6000 метров. Его перенесли на ноябрь. Дальше у меня должны были быть сборы спортивные в Турции. Тоже отменяется. После этих сборов я должен был ехать российской командой на гонку мировой серии по приключенческим гонкам в Хорватию. Примерно на пять суток эта гонка. Ее тоже отменили. Следующий старт у меня достаточно популярный в России. Это Golden Ring Ultra Trail. Это забег по Золотому кольцу России. 110 километров в июле. И самый основной старт сезона, к которому я готовлюсь, надеюсь, он все-таки будет. Это самый популярный в мире ультрамарафон горный. Это забег вокруг массива горы Монблан. Старт в Шамони по Франции. Дальше маршрут идет по Италии, Швейцарии. И финиш также в Шамони. В этом старте участвует порядка 10 тысяч человек со всего мира. Туда достаточно непросто попасть. Но я попал не только в эти 10 тысяч, но я попал в 100 лучших трейлерайнеров мира. И буду стартовать из первых рядов. В соответствии с рейтингом прошлого года. А вы в рейтинге какой? В России на этой дистанции я в рейтинге второй. В мире в районе 100. Сотни. Класс. Сотни. Будем надеяться, что ни одно из этих соревнований, ну, по крайней мере, на вторую половину года запланированное, не отменится. Мы желаем вам удачи. Побед. Будем болеть за вас искренне. Не так часто пельмяки таким вот образом, на таком уровне представляют и наш родной город, и наш регион. Несколько советов от вас, как от профессионального спортсмена. Вот именно сейчас, да? Тем, кто дома сидит. Можно делать различные упражнения. Часть упражнений я вот недавно выкладывал. Дома делал приседания с бутылками с водой. Делал выпрыгивания на диван. Отжимания, планка, пресс. Тянул резину. Греб даже. Сидя на диване и смотря видео. Также занимался на велотренажере. Вот, да, вот есть фотографии. Класс, класс. Можно выходить гулять 100 метров от дома, до ближайшего магазина, пограничивая общение с другими и выходя в маске, соблюдая все меры безопасности. Но главное не ходить до магазина. А можно тихонечко пробежаться до магазина и обратно, до магазина и обратно, до магазина и обратно. Да, можно пробежаться. Некоторые бегают по несколько раз, некоторые выбирают магазин подальше. Потом приходится, правда, убегать от служб правопроводка. Да, можно уехать на дачу. Вы соблюдаете самоизоляцию, да? Да, соблюдаю. Как и вся у меня семья. Ну, прекрасно. Надеемся, что она скоро для всех для нас закончится. Наш сегодняшний утренний гость Константин Иванов. Неоднократный участник и победитель различных мировых соревнований по приключенческим гонкам. Чемпион мира Парагейна. Чемпион мира Парагейна, все правильно, да? Мы не ошибаемся. Да. И чемпион Европы по... Приключенческим гонкам. Вот, как раз. Рекордсмен, ну, точно Пермского края по количеству преодоленного расстояния в ограниченных собственной квартире. И напомню еще раз, 100 километров по собственной квартире Константин пробежал совсем недавно. И вот теперь, дорогие друзья, у нас, уважаемые телезрители, вы видели, как выглядит Константин. Нет, теперь никто не скажет, что мы сидим дома, куда бегать, мы уже вот такие вот стали. То есть, вот, пожалуйста. Можно держать себя в форме. Большое спасибо, Константин. Спасибо, удачи вам. Удачи вам. Рады были с вами познакомиться. Жаль, что дистанционно. Вам спасибо за приглашение, был рад общаться. До свидания. До свидания.